Добрый вечер, девчонки! Привет, Валентина! Добрый вечер! Как настроение, девчонки? Ой, как прошли ваши праздники! Я уже радуюсь их окончанию. Праздники хорошо, но когда их слишком много, это очень утомляет. Привет, Одесса! Привет, Светлана! Добрый вечер всем! Интересная сегодня тема будет по поводу баз. Я вот как раз их всех приготовила. У нас большое довольно-таки количество. Есть что показать и о чем поговорить. Подождем немножко. Костей. Чудовые настрии. Прекрасно, когда хорошее настроение. У меня тоже хорошее настроение. И я очень люблю наши эфиры. И каждый эфир это действительно уже залог хорошего настроения. Ой, когда болеешь, работать нежелательно, конечно. Когда болеешь, нужно восстанавливаться. Нужно себя беречь, девчонки. Конечно, это тяжело. Я сама по себе знаю и неоднократно тоже принимаю клиентов. Ну, конечно, когда они не критично. Вот, потому что когда уже, ну, не в моготу, то и не работа не в радости. Да, и риск не только для себя, но и для клиентов. Привет, Ивана Франковск. Давно я у вас не была. Нравится мне тоже ваш город. Спасибо, девочки. Очень приятно. У нас взаимная любовь. Очень, конечно, приятно. Добрый вечер, Марина. Еще немножечко подсобираем наших зрителей. Может, будет интересно девчонкам насчет баз. Что за базы, с чем их едят, для чего они нужны. И потихонечку будем начинать. Кто у нас откуда? Расскажите, пожалуйста. Раньше мы часто в эфирах, да, уточняли, какие страны, какие города. Да, сейчас у нас все быстренько, голопом, голопом. Праздники все больше и больше хочется показать. Спасибо большое. Вас тоже с прошедшими праздниками и наступающими праздниками. Очень много в январе праздников насыщено и прям нереально. Привет, Мариуполь. Хороший город, Мариуполь. У вас хороший вид. Из некоторых ресторанов открывается на море. Николаю привет. Юлия Админ, добрый вечер. Винницкая область. Винницу обожаю. Девчонки, я очень люблю Винницу. Старый Львов. Самбар. Моя мама из старого Самбара, кстати, родом. Может, кто-то есть из старого Самбара. Киевская область. Казахстан, привет. Северо-Донецк. Боже, как Германия, Новосибирск. Девчонки, классно. Столько нас много из разных областей. Черкасская область. Черкасса, у вас такой красивый Днепр. Это просто загляденье. Особенно, если солнышко в хорошем положении стоит относительно Днепра. Это просто фантастика. Привет, Одесса. Ровно привет. Крым. Никак к вам не доберусь. Надо будет к вам добраться. Николаевская область. Девчонки, классно. Круто. Это так приятно, когда у нас из разных уголков и страны, и мира собираются в одном месте. Привет, Стэси. Это очень приятно. Так, ну что. Все, потихонечку, думаю, будем начинать. Поздоровались. Обозначили наши координаты. Ну и можно потихонечку уже начинать. У нас сегодня интересный эфир по поводу баз. Базы – это наиважнейшая часть. Житомирская область. Бердичев, привет. Базы – это очень-очень важная часть в нашей работе, и важно знать о них. Наталья, привет. Важно знать о них, потому что, не зная, с чем работаем, а база – это основа, не зря она называется база. Это то, на чем мы строим уже по кирпичикам, выстраиваем всю остальную нашу работу. Поэтому насчет баз обязательно нужно знать. Есть даже некоторые такие нюансы, моменты, без которых вообще невозможно работать. Вот, поэтому думаю, что тема будет и важная, и интересная. Ну и сегодня мы обойдемся без дизайна. Сегодня будем только общаться. Поэтому все ваши вопросы буду читать, на все буду отвечать. Надеюсь, что ни один не пропущу, даже при демонстрации баз, потому что это очень все важно. Это не только как бы для того, чтобы продемонстрировать, что есть, но для меня очень важно донести то, что собой представляют эти важные моменты в нашей работе. Смотрите, какое большое количество у нас, вот большой довольно-таки ассортимент. И в каждом флакончике, в принципе, кроме цветников, если мы говорим о камуфляже, в каждом флаконе заключены определенные свойства этого материала. Вот, я думаю, что будем потихонечку разбирать. Ну, все мы знаем, что базы у нас делятся на эластичные, да, каучуковые, густые и на жидкие, жесткие базы. Мы не будем разбирать уже там кислотность, потому что это немножко из другой тематики. Есть, конечно, все они кислотные, но есть больший уровень кислотности, есть меньший. Вот, но немножко это другая тема. Передайте мне привет, Татьяна, я вам передаю флаконный привет. Так, вы меня развеселили. Ну что, потихонечку будем разбирать, что у нас представляют собой густые базы, что представляют собой жидкие. Есть у нас даже база, которая не для укрепления, а только для декора. Вот здесь я разделила каучуковые. Нет, не кислоты, ну, минимальное содержание вообще практически нету кислоты, очень минимальное содержание. Дело в том, что во всех базах есть определенное содержание, но есть более деликатные и есть базы, которые более для укрепления и для выравнивания ноготков подходят. По поводу биобазы я сейчас отдельно расскажу. Обязательно, ни одну базу я не упущу из вида. По поводу адгезии, по поводу свойств, для чего они нужны и куда их применять стоит, а где нежелательно или в каком количестве нежелательно их применять. Конечно, крутая биобаза. Сейчас мой маникюр... Девчонки, забраковали мой маникюр, потому что сказали, длина не та, дизайн не тот, все, некрасиво и расстроилась. Но ничего, живу пока через недельку-полтора я их и так переделаю. Вот, поэтому удивлена, что вы это говорите. Так, Лилечка, привет! Ну, все, теперь будем немножко по делу. Так, убираю жидкие базы, жесткие фактически, да. Значит, у нас из густых эластичных и каучуковых баз вот такая вот семья, да, получается. Самая-самая, которая, в принципе, больше всех востребована и больше всех, как бы, мастера работают ею, в принципе, и мой фаворит, эта база, экстра-про. Этой базой, как выравнивание... Спасибо большое, вы меня успокоили, спасибо. Эта база и для выравнивания, и для укрепления, и для инкрустации стразами, это просто нереальная вещь. Густая, каучуковая. Конечно, это не натуральный каучук, содержится в ненатуральный эластан в этой базе. Есть специальные определенные ингредиенты, которые делают ее именно эластичной относительно ногтя. Почему эластичная? Она после полимеризации не застывает дубом, а действительно повторяет движение ногтя. Вот она, смотрите, какая густая, как бы лучше вот каплю держит, довольно-таки хорошо держит капельку. Несмотря на густоту, у вас, если дойдут руки до этой базы, то я думаю, что вы ее не променяете ни на одну на свете. Поэтому вот всегда рекомендую, и никогда, никогда еще меня эта база не подвела. Я работаю ею с тех пор, как только она появилась вообще в PNB, и ни одного случая не было, чтобы какие-то казусы с ней произошли. Красные, красные шикарные на ногтях, конечно. Немножко лирическое отступление. Да, база очень хорошо выравнивается. Несмотря на густоту, она просто за кистью выравнивается просто нереально. Вот как вы наносите, сейчас даже про нанесение я расскажу обязательно, потому что я люблю скоростное нанесение. Я с дизайнами буду играться долго, я могу долго играться с аппараткой, но вот с нанесением базы я долго играться не люблю, тем более она позволяет работать быстро. Так, да, продукция PNB, в принципе, я не знаю никаких моментов, чтобы какие-то вещи выходили из-под контроля. Вот, есть, конечно, разные нюансы, когда совмещается. Ну, девчонки, не будем сейчас PH вымеривать каждой базы. В принципе, для нас это сейчас не, как бы, не суть важна. У нас немножко другая цель сегодня, не по PH базе, а по их свойствах. Мы сейчас будем это вот все разбирать. Вот, поэтому насчет Extra Pro базы, она эластична, она густа и она очень хорошо самовыравнивается. Плюс у нее очень высокая адгезия. Очень хорошо ею работать, когда ноготочки тоненькие. Если какой-то у нас уголочек сломан, либо нужно дорастить единичку, можно не использовать материалы для моделирования и спокойно это сделать Extra Pro базы. Плюс еще одна важная вещь. Эта база позволяет носить ноготочки без свободного края. Немножко увеличить плотность, количество нанесения на свободный край и выпиливать капризные ноготочки, которые у нас имеют такое свойство отслаиваться от торца. Если мы, адгезия под нее обязательно наносить, девочки, неправильно задан вопрос, адгезию мы не наносим, адгезию нам обеспечивает сама база. Адгезия это сцепка с ногтем, вот если высокая адгезия базы, значит высокая сцепка. Перезадайте вопрос и я смогу вам дать ответ. Если у нас капризные ноготочки очень тоненькие и с торца отслаиваются, значит мы спокойно выпиливаем. Выпиливая ноготочек, мы устраняем проблему, поэтому у нас ничего больше отслаиваться не будет. И поверьте, что база действительно не подведет, потому что я тоже это проверяла, девочки носят и без натурального ноготочка база себя ведет тоже превосходно. Плюс еще, что мне нравится в этой базе, да, действительно ее густота, действительно ее сцепка и действительно очень приятно работать, потому что выравнивается действительно на уран. Если мне нужно использовать ее как грунтовку, она как грунтовка очень хорошо втирается в ногтевую пластину, просто нереально хорошо. Вот даже за счет того, что у нее есть определенная густота, она в ногтевую пластинку вотрется без проблем и создает прекрасный каркас грунтовочный. И не просушивая, я сразу начинаю после того, как в грунту и в ногтевую пластину, сразу начинаю выравнивать большой каплей. И когда у меня уже, вот как бы не сразу наваливаю огромное количество, да, для выравнивания и укрепления, здравствуйте, а именно сначала грунтую, а потом уже начинаю выравнивать. Наносила полифлекс на базу, была отслойка. Девочки, полифлекс на базу. Ну, смотрите, желательно для таких целей использовать под твердые материалы жесткие базы. Я всегда советую, именно жесткие базы есть в этом свои нюансы. Это не жесткие базы, это эластичные, это базы те, которые подходят немножко для других целей. И вот поэтому, почему я начала именно с этой базы, потому что, ну, 99,9% эта база постоянно у нас в работе. Девчонкам, которые, мастерам, девчонкам, клиентам, у которых ноготочки очень такие тоненькие, убитые, действительно подходит очень хорошо. Плюс, если сравнивать, я не буду называть никакие торговые марки, но если сравнивать с другими каучуковыми базами, эта база менее всего печет в лампе, это очень важный вопрос. Будет скоро, будет скоро, девчонки, аквариумный маникюр, буквально уже на днях будет, нужно время переждать. Вот, и камушки, да, тоже держит бесподобно. Теперь, сразу плавненько перехожу именно к такому же фактически составу, но в базе, которую сейчас буду демонстрировать, есть, находится пигмент. Это камуфлирующие, но свойства те же самые. Здесь тоже есть на что обратить внимание. И обязательно тоже я хочу, для убитых ногтей и биобаза подходит, и экстра про подходит. К биобазе мы сейчас обязательно вернемся, и насчет биобазы я тоже хочу сделать акцент. Да, вот экстра про база и вот камуфлирующие базы, они практически не пекут. Есть определенное ощущение тепла. Если ногти очень чувствительные, действительно будет ощущение более чем теплое. Но, так как есть с чем сравнивать, а я уверена, что каждому есть с чем сравнить, то это действительно очень деликатная база для таких вот тоненьких, для проблемных ноготочков. Вот, поэтому всегда настоятельно рекомендую хорошую такую вот вещь, как эта экстра про база. Ну и вот камуфляж. Камуфлирующие базы, четыре у нас вида, четыре оттенка. Есть и два холодных, и два теплых, бесподобные базы. По поводу хранения. По поводу хранения, ну что могу сказать. Самое главное, избегать солнечных лучей. Самое главное, избегать открытых флаконов. Чтобы не было, кстати, подтеков, потому что все, что у нас подтекает, это у нас происходит кристаллизация и портится сразу полимеризация, вернее. Потому что у нас даже наши рабочие лампы, как я уже неоднократно говорила, они тоже излучают LED свет и они понемножечку, но тем не менее, полимеризируют наш материал. Не раз мы потом, когда открываем флакон, замечаем, что у нас вот, особенно здесь, а потом попадает, соответственно, и в флакон хлопьями начинает некрасиво ложиться наш гель-лак, либо база. Вот поэтому нужно обязательно учитывать такие вот моменты. Плюс ни один гель, ни один гель-лак не любят перепадов температур. Я не знаю, как с этим бороться и, честно говоря, очень затрудняюсь ответить на этот вопрос, но перепадов серьезных температур эти материалы не любят. Но у нас, к сожалению, есть транспортировка и я сама не раз вожу продукцию, поэтому пока, слава богу, без проблем. Но желательно не подвергать наши материалы таким стрессом. Плюс я часто видела и слышала, что рекомендуют в горячей воде замочить для того, чтобы там стал база, либо какой-то гель-лак немножко пожиже. Я бы вообще крайне не рекомендовала делать такие вещи. Лучшее, что осталось, использовать где-то для каких-то прорисовок, развести с жидким топом, либо с базой. А купить свежий нормальный гель-лак, ну и уже использовать, потому что все-таки наша работа – это эстетика и безопасность. Все, что уже загустело, значит, по-любому это уже изменение структуры во флаконе. Кавер базы от P&B в два слоя, держится месяц спокойно, просто супер, да. Я с вами согласна. Вот еще, что хочу сказать по поводу этих баз. Значит, сначала по оттеночкам быстренько пройдемся. Вот у меня Beige и Cover Nude – это две базы, которые более теплые оттенки имеют. Всегда подбираем камуфлирующие базы, либо для наращивания, либо для френч-основы. Мы всегда, конечно же, подбираем по типу кожи. Иногда, конечно, клиентам нравятся совершенно непонятные вещи, но мы, как мастера-профессионалы, должны обязательно об этом помнить. Не каждый цвет подойдет той или иной коже, поэтому классно, когда есть из чего выбрать, ну и грамотно, соответственно, подбирать. Так, сразу же буду показывать, конечно же, и во флаконе. Ну вот, то, что у меня сейчас в руках – это Beige, это теплый оттенок. И, опять-таки, густота. Очень густая база, густющая просто, но она настолько хорошо ложится на ногтевую пластину, настолько без проблем выравнивается. Плюс, опять-таки, не наносим сразу большой каплей. Сначала кисточку обтираем о краях флакона. Если волнуетесь, что не сможете втереть, можно взять обычную круглую кисть пожестче и втереть. Но эта кисточка спокойно справляется с тем, чтобы нанести именно грунтовочным слоем на ногтевую пластину. Сначала наносим грунтовкой, а потом начинаем уже большой каплей выравнивать и укреплять. Выравнивается она просто превосходно. Тянете за кистью и вы сразу уже видите под бликом лампы, как красиво выравнивается эта база. Это действительно очень красивая, очень беспроблемная и надежная база. Сразу хочу сделать акцент на том, что желательно девочке эти базы немножко подольше просушивать. Потому что если мы не досушим эти базы, если ваши лампы не совсем соответствуют заданной мощности, то ничего хорошего не будет. База не будет прочная и она не будет иметь те свойства, которые мы хотим от нее выжать. Она не будет иметь укрепления и на ногтях и будет просто-напросто ногтики ломаться. Поэтому желательно эту базу, все, что содержит пигмент, немножечко побольше полимеризировать в лампе. Это действительно мой совет, потому что вот если еще база Beige Pink и Light Pink, они вообще бесподобно просыхают, то Cover Nude это 100% немножечко нужно досушить. Немножко больше, хотя бы на 30 секундочек дайте ей в лампе больше постоять. И тогда все будет супер. Потому что довольно-таки плотный. Вот сейчас вот показала Beige, сейчас показываю плотность Cover Nude. Немножко она плотнее. Видно сразу, более такой эмалевый даже у нее вид. Вот, очень тоже плотная база, перекрывает очень хорошо стык свободного края и натуральной ногтевой пластины. Вот, поэтому досушивать нужно обязательно. Я всегда... Вот в LED-лампе, одна минута, но тоже LED-лампа. Лампа-лампы рознь. У нас вроде бы как лампы корпус одинаковый. Расположение ламп разное, мощность ламп разная. Нам китайцы пишут 48 Вт, там и близко не присутствует 48 Вт. Поэтому, ну, слово LED, это сейчас у нас уже давным-давно считается условным. Поэтому обязательно дайте лучше просушиться. Лампочки будут работать, будут светить, будут полимеризовать, но мы не можем, к сожалению, вымерять мощность фактическую нашей лампы. Поэтому желательно досушить. Никуда никто не торопится. Пока у нас сушится одна ручка, работаем на другой ручке. Хотя я всегда работаю именно конвейерным способом. Я практически, ну, если уж там какое-то моделирование, и есть возможность выложить материал на четырех, потом уже на пятом пальце отдельно, то да. Но в основном люблю работать конвейерным способом. И одна минута, вот честно вам говорю, для меня одной минуты недостаточно. Я люблю, чтобы материал хорошо пропёкся в лампе. Вот действительно пропёкся. Вот поэтому дайте хотя бы полтора минутки каждому вашему материалу. Потому что даже прозрачные наши базы, они тоже требуют очень хорошей полимеризации. Даже жидкие, жёсткие, они очень любят именно хорошую полимеризацию. Недосушенный материал, он не служит так, как нам нужно. Плюс ещё то, что сейчас тут у нас, конечно, о базах речь, но даже топы. Недосушенный топ – это потеря блеска, это потеря прочности. Это никогда не будет у нас ожидаемого результата, эффекта, если материал недосушен. Сколько раз такое замечают девчонки, когда снимают материал после носки, и замечают, что он внутри сырой, фрезы пачкаются, есть такие вот вещи. Это всё от недостаточной просушки. Хотя вроде бы как бы минута выдержана была в лед-лампе, но факт налицо. Не всегда лед-лампа соответствует заданной мощности. Так, даже если на флаконе написано 30 секунд, я всегда страхуюсь сушу 3 минуты. Ну, вы умничка, 3 минутки, конечно, это роскошь, но минуты полтора до двух минут я рекомендую, потому что никто ни в чём не застрахован. Даже покупая новую лампу, мы не всегда можем быть уверены в том, что 48 ватт будут 48 ватт. Плюс количество пигмента, которое мы наносим. Где-то нам нужно ногтик выровнять с меньшим количеством использованного материала, где-то с большим количеством. Топ я сушу не менее 2 минут. Не менее 2 минут я сушу топы для того, чтобы они действительно блестели хорошо. Кстати, девчонки, вот у меня на руках сейчас нанесён обычный топ-код. Никакие... топ-код с липким слоем. Прекрасный вообще топ. Многие почему-то его обходят стороной, но вещь, в принципе, очень такая замечательная, существенно видно, в принципе, её блеск, этой вещи, этого обычного топ-код. Вот, кстати, он у меня здесь есть. Вот, обычный топ. Но его просто нужно хорошо досушить. Мы сейчас ищем бог весь что и ищем какие-то нереально крутые топы. Вот, ну, что нужно? Единственное, действительно, что нужно, это хорошо его просушить. Для меня, если база, я всегда говорю экстра про. Не хочу никакую базу другую обидеть, но она у меня на потоке для работы. Я её очень люблю. Когда будет снова база без липкого... Так, когда будет снова без липкого слоя топ. Девочки, сама жду, ничего не могу по этому поводу сказать. Вот, поэтому будем ждать. Так, топ с эффектом мокрых ногтей. Не помню название, он прям крутой. Ну, да, есть вот топы разные. Но, кстати, эффект мокрых, не мокрых. Но если хорошо просушен топ, хорошо отполированные ноготочки, выровнена поверхность, то, в принципе, любой топ будет работать прекрасно. Так, ну что, два цвета показала. Так, сколько у нас времени? Боже, как-то, я не знаю, просто бессовестно время бежит. Оно от нас убегает, как ошпарено. Так, ну и холодные оттенки нашей базы. Продемонстрирую. Ну, и по каучуковым базам можно будет тему закрыть. У меня был этот топ. Мне не понравился, желтеет, да, и блеск недолго держится. Какой именно топ? Топ-топ-код, обычный топ, желтеет. Не замечала я такого. Тем более, я эти топы, которые без UV-фильтров использую на темных оттенках, смотрятся бесподобно, желтизны никакой нет, абсолютно. Поэтому смело могу рекомендовать, попившусь под каждой буквой, даже не то, что под словом, под каждой буквой, что топ работает безотказно, и он действительно крутой. Так, насчет России по магазину, это вы, Юлечка, задайте вопрос нашему админу, и все можно будет уже услышать в качестве ответа. Так, скажите, пожалуйста, топ и база одной маркой должно быть с гейлахом или нет разницы? Для меня есть, в принципе, разница, но вот база и цветник в любом случае должны быть одни и те же. Хотя топы тоже воздействуют на цветное покрытие, потому что пигмент и те вещества, которые находятся в топе, тоже взаимодействуют. Поэтому желательно эти три составляющие между собой соблюдать, потому что мы не знаем, как эта химия между собой будет взаимодействовать, и какая будет именно реакция после того, как мы это все соединим. Потому что, опять-таки, по поводу кислотности, по поводу агрессивного влияния, воздействия, тех элементов, тех составляющих, которые либо в базе, либо в топе по отношению к цветным пигментам, которые находятся в гейлаках, здесь очень, это действительно нужно соблюдать. Здесь очень серьезная вещь происходит, как вот химическая реакция и взаимодействие. Вот поэтому желательно это все сочетать одной торговой марки, потому что там все-таки состав просчитан до молекулы для того, чтобы ничего не вышло из-под контроля, когда мы это все будем наносить поэтапно. А когда мы работаем с разными торговыми марками, мы не знаем, что в тот или иной раз может возникнуть. Потому что иногда, сейчас я скажу, да, иногда бывает, что все отлично, и пигменты абсолютно никак не реагируют на базу или на топ, а бывает, что просто желтыми пятнами, зелеными пятнами просто выедает едкий ингредиент базы, агрессивный, выедает цветной пигмент. Насчет тоненьких ноготочков Extra Pro. Extra Pro и Bio база, к которой мы сейчас вот дойдем. Так, у меня база Rubber Camilfo, съела цвет P&B. Ну вот опять-таки я еще раз говорю, потому что пигменты P&B, это более деликатный пигмент, плюс на органической основе, и он не всегда дружит с агрессивной средой, которая находится именно в базах. Если она сильно кислотная, соответственно, кислота разъест этот пигмент и, конечно же, съест. Вот это даже знают люди, которые вот, мастера, которые машины красят, с мебелью работают, с покрасками, никогда они не сочетают такие вещи, потому что слишком дорого потом обходятся такие некачественные результаты. Поэтому всегда говорю насчет того, что желательно эти все вещи между собой не переплетать. Работаете одной торговой маркой, можно, конечно, разные сочетать между собой, там, ну, в декорах, там, в красках, но именно база цветник топ, желательно, чтобы были одной торговой марки, и тогда абсолютно никогда не будет у вас никаких проблем ни с цветными пигментами в гейлаках, ни с топами, ни с базами. Так, быстренько покажу. Привет, кто к нам присоединился. Это у нас самый светлый light pink, очень, очень красивый светлый цвет, настолько красивый, бесподобный, опять-таки, с такими же свойствами каучуковой базы, опять-таки, очень хорошо выравнивается, и для светлых ручек самое то. Так, у меня камильфо со многих марок цветников съедало, с другими базами такого нет. Ну, опять-таки, я говорю, раз на раз не приходится, и видите, со многих съедало пигмент, значит, что-то в этой базе присутствует такое, что выедает даже пигмент. А сейчас, если успею, я расскажу по поводу того, как со мной девчонки тоже спорили, и говорили, что ничего там с ногтями не происходит, ничего они не впитывают. Впитывают еще и как впитывают. Я это могу просто доказать, вот, в два счета просто. Так, ну и pink бесподобный тоже цвет, шикарный, холодный цвет. Ну, из камуфлирующих баз это мой действительно любимый, универсальный, бесподобный, плотный, и очень хорошо перекрывает ногтевую пластину. Ну, хорошо, очень хорошо, что дрожит, но я же говорю, иногда бывают ссоры, поэтому лучше не рисковать. Так, где моя биобаза? А, так, ну что, переходим к биобазе. Биобаза – это деликатная действительно база для ноготочков, которые нуждаются в восстановлении, которые очень-очень чувствительные, и это у нас база оснащена витаминным комплексом А, Е и Б5. Она тоже густая. Биобазу нужно использовать тоже деликатно. Смотрите, она у меня тоже очень густая. Каплю держит бесподобно, но если вы будете использовать кисточку хаотически во флаконе, либо встряхивать, то она будет очень жидкая, она потеряет свою густоту за счет того, что биобаза не любит встряхивание, биобаза не любит хаоса кисточкой во флаконе. Так, аллергические реакции доказывают, что впитывается материал ногтевой пластины. Конечно, правильно. И еще по-другому тоже можно доказывать, но здесь очень много факторов. Значит, по поводу биобазы. Вот тоже многие спорили, там, витамины и все такое, маркетинг, ничего, ногтевая пластина не впитывает. Ногтевая пластина впитывает все, и ногтевая пластина впитывает больше, даже чем кожа, ну, во много раз, там, я не знаю, ни в два, ни в три, а на десятки раз больше, нежели кожа, потому что она состоит из слоев. Если даже вода, все, что вот только, даже кто курильщик, да, и видно, что желтеет ногтевая пластина, уже можно понять, что ногтевая пластина впитает в себя буквально все. Плюс есть такая же, так, все продукции PNB гипоаллерген, или только гейлаки, вся продукция гипоаллергенная, она обозначена значком 7-free, это говорит о том, что в нее не входит всем вредных компонентов, которые запрещены на территории Евросоюза и Соединенных Штатов Америки. Поэтому вся продукция имеет все нужные сертификаты для вашего спокойного использования и безопасного. Вот, поэтому вот биобаза как раз подходит для лечения ноготочков. И хочу еще сказать, что ее можно даже сравнивать с такой процедурой, как запечатывание. Вот, если наши ногти ничего не впитывают, как вот многие любят говорить, что это роговевший слой, и там уже как мертвому припарка, вот эти вот все действия, ничего подобного. Есть процедуры запечатывания, они есть трех видов, это можно делать и гель, биогелем, биобазами, это можно делать и воском, это можно делать разными пастами. Вот, поэтому биобаза как раз, она тоже может относиться к процедуре запечатывания, если у нас уже ноготочки нуждаются в таких деликатных вещах, как именно уход, как именно витаминизированные какие-то действия, да, с комплексом, то биобаза действительно очень хорошо в этом помогает. Вот, поэтому тоже прошу обратить внимание, что помощница для таких вот вещей, именно биобаза. Многие наши клиенты, и тяжело их переубедить в том, чтобы не делали этого, многие хотят ногти отпустить в отпуск. Так, PNB не подделывают еще, на фэк нельзя нарваться, как и другие популярные марки. Ну, пока, слава богу, не встречались с такими вещами, конечно, люди бывают разные, и цели у людей тоже бывают не всегда благие. Вот, но, слава богу, пока все хорошо. Хорошо, вот, по поводу биобазы и по поводу клиентов. Многие клиенты хотят снимать ногти, дать им подышать для чего-то, это уже, этот миф давным-давно затаскан, и уже не интересен, но говорят отдохнуть, хотят в отпуск их отправлять. Вот, я всегда советую не отпускать клиентов, да и не то, что там не отпускать, снимаем гейл-лак, да, с ноготочков, не нужно отпускать ногти голые, вот, если мы покрываем тоненько биобазой, убираем длину практически, как бы до минимума, и покрываем именно, как витаминным комплексом, спокойно человек может ходить без всяких проблем, а то начинаются потом, ой, ногти убитые, ой, ногти слабые, начинает все ломаться, прям под корень, вот, поэтому предлагайте клиентам подлечить, вот, сделать такую процедуру запечатывания именно биобазой, и все будет классно. Так, кому варта покрываты, кто нуждается действительно в деликатном уходе, кому нужно ноготочки подлечить, тоненькие ноготочки, вот, не обязательно делать выравнивание, просто можно тонким слоем, но не на большую длину, использовать эту биобазу. Так, ну и что еще у нас? Здесь есть у меня три жидкие базы. Три жидкие базы. Жидкая база, это не говорит о том, что эта база плохая. Вот три у нас универсальные, титаниум два в одном, это, так, если так отпускать, подлечить биобазой топ не нужен. Можно не ставить топ, можно не ставить цветное покрытие, просто, как, красивые отполированные ногти, да, которые покрыты небольшим слоем этой базы. Эта процедура в разы дешевле и красиво будет, можно даже не ставить, потому что эта процедура не на месяц, не на шесть недель, не на, там, бог знает, на какие сроки. Вот, это просто процедура ухода. Три недельки это потолок. Так, ну и что? Будем обсуждать как раз именно базы, которые жиденькие, да, жидкие базы. Их такая жидкая консистенция нам как раз говорит о том, что эти базы при полимеризации не имеют абсолютно никакой праймер, да, я же, ну, желательно, конечно, праймер использовать. Я лично использую праймер. Девочки, многие говорят, что не используют, у многих клиентов носится. Но я против таких экспериментов. Я использую бонд-контроль, это бескислотный праймер, щадящий, поэтому не вижу смысла не использовать, потому что все-таки он как двухсторонний скотч работает. И эксперименты ставить, у кого получится, у кого не получится, проносить хорошо ногти без праймера, для меня это слишком дорого для репутации, поэтому я не желаю так поступать и использую всегда праймер. Так, жидкие базы не гибкие. Жидкие базы это жесткие базы. Поэтому, когда мы говорим о грунтовке под твердые материалы, то желательно, конечно же, использовать именно твердые, жесткие, жидкие базы. Вот у нас действительно универсальная база, кому-то нравится, я от нее сама в восторге. Она жидкая-жидкая. Вот эта вот база, это действительно, не побоюсь такого слова, ядреная, потому что она настолько впитывается в ногтевую пластину, именно в онихобласте, в чешуйке ноготка, что полностью после грунтовки создается определенный каркас этой базы и очень хорошо на нее ложится, именно на эту грунтовку, любой твердый материал. Кислотный праймер, девчонки, используем только на определенные ногти, на гипергидрозные, на очень влажные. Кислотный праймер, обычные сухие ногти, которые не нуждаются в нем, просто-напросто изжигают изнутри, поэтому нежелательно его использовать. Он очень истончает ногтевую пластину. Так, вот именно универсальная база очень хорошо работает для нарощенных, для ноготков, которые нуждаются в использовании твердых, моделирующих материалов. Она очень жидкая, сейчас покажу ее. Да, у меня тоже, кстати, еще девчонки, никуда от этого не денемся. Вот, подтекает, видно. Не люблю я это все, тоже очень злюсь, но ничего не сделаю. И под IQ гель, и под любой гель, и под акрил, и под полифлекс гель, под любой материал, эта база ложится. Так, покажу. Она настолько жиденькая, как водичка. Вот, просто стекает быстренько струечкой. Вот, очень хорошо она распределяется по ногтевой пластине. И, девочки, не используйте кисть из флакона гель-лакового, потому что не вотрете хорошо. Желательно использовать упругую кисть, желательно, чтобы это была синтетика, потому что синтетика обладает определенной жесткостью. И, вот, даже можно такую кругленькую кисточку синтетическую использовать в данном этапе, это 6С, очень хорошо втирается именно в ноготочек этой кистью. Так, можно экстра-про, желательно, конечно, жидкую. Так, почему течет? Ну, потому что, господи, потому что эти все гель-лаки, они текут, что бы вы ни делали, все равно это будет течь. Ничего мы с этим не сделаем. Вот, потому что при тепле молекулы расширяются, это из физики мы уже знаем, да, у вас тепло в кабинетах, вот, поэтому такая вот происходит реакция. Так, я и пищевой пленкой, и фольгой накрывала, это все не помогает, честно говоря. Под полифлекс, да, обязательно, особенно под камуфляж полифлекс, то универсальная база, желательно 100%. Вот, ну и вообще под любой моделирующий материал желательно ставить. Этим самым вы очень хорошо обеспечите сцепку и не будете иметь проблем со слойками. Не нужно снимать, абсолютно не имеет смысла снимать с нее липкий слой, можете работать сразу уже на нанесенной грунтовке. Так, сразу перейду еще и буду на вопросы отвечать по базам. Нет, не нужно, девчонки, абсолютно не нужно снимать липкий слой, потому что в этом нет никакого смысла. Даже если мы делаем какие-то манипуляции с твердыми материалами, смысла нет, абсолютно. Так, ну что, биобаза и титаниум 2 в 1, это тоже две жидкие, но жесткие базы. Титаниум 2 в 1, кстати, очень хорошая вещь для ноготочков, сухих, прочных, подходят как выравнивание. Укреплять их не надо, потому что они уже, в принципе, крепкие, поэтому в укреплении такие ногти не нуждаются. Но выравнивать жидкой базой это одно удовольствие. Кто не пробовал, попробуйте. Нужно просто приловчиться, и эта вещь замечательно работает. Вот многие, в принципе, привыкли работать и выравнивать именно густыми базами, но жидкими базами выравнивание очень круто получается. Можно, конечно, можно аккуратно и акриловой пудрой. Я, честно говоря, никогда в жизни этого не делала. Не люблю это использовать. Но многие девчонки практикуют такую вещь. Но желательно, чтобы пудра была мелкодисперсионной, чтобы действительно очень-очень-очень мелкого была помола. Вот, допустим, здесь у нас, у меня сразу под руками акриловая пудра. Она и для дизайна подходит, и для замесов, для укрепления. Но вот я просто покажу на ноготочке, она как мука. Но не люблю я использовать для укрепления, потому что мне очень помогает в укреплении именно экстра-про-база. Вот, поэтому всегда советую эту каучуковую классную вещь у себя иметь для того, чтобы вы делали прочные классные ноготочки. Ой, упала моя база. Ничего страшного. Так, ну что, так, я укрепляю пудрой тоже пин-бит. Никто не отрицает, что нельзя, можно, обязательно, если вам это помогает, используйте в своей технике, в своей практике. Вот, я почему не использую, потому что экстра-про справляется без пудры. Бесподобно справляется, и я просто не вижу смысла эти две вещи совмещать между собой. Так, уже мне кажется, что лучше уже полифлексом крепить, чем пудрой. Плюс пудры. Пудры, там нужно обязательно рассчитать правильную пропорцию, если вы делаете замесы какие-то. Если вы просто присыпаете, ну, это, конечно, круто, но если пудра будет более, не такая мелкодисперсионная, как, допустим, P&B, это частички, которые тоже выпирают. Значит, нужно уже делать шлифовку, и эта работа немножко задерживает. Вот, поэтому желательно купить хороший материал и работать действительно именно материалами, которые вам обеспечат укрепление и выравнивание ногтевой пластины. Сегодня дизайнов не будет никаких, мне главное успеть рассказать именно про базы, тема очень насыщенная. Значит, по поводу титаниум. Титаниум это два в одном, база и топ. Бесподобно, я уже сказала, подходит, да, был камуфляж, если нужно будет и успею, то я еще покажу. Экстра про самые тонкие, да, держит ноготочки, 100%. Я подписываюсь именно под экстра про, блин, я не знаю, руку даю на сечение, потому что эта вещь настолько крутая, настолько надежная, девчонки, я не знаю, у кого она не работает, но явно, если у кого-то что-то не получается, то вина не в базе, а в какой-то плохой подготовке либо ногтевой пластины, либо использование каких-то подготовительных средств, неправильных. Кстати, девочки, по поводу подготовительных средств, даже прэпы, нейл-прэпы, если мы говорим не о пиэнбишных, они могут содержать некоторые масла. И если вы будете использовать нейл-прэп, допустим, какого-то другого производителя, понимаете, то можно даже уже себе на начальном этапе обеспечить плохую работу и плохую носку в дальнейшем материала. Вот здесь очень важно именно сочетание материалов и грамотный подбор именно материалов, чтобы работа была у вас на все 100%. Так, камушки, так, секунду, девчонки, девчонки, что там у нас? Если клиент требует пудру, я делаю, лишь бы доволен остался. Ну, если вы позволяете клиентам диктовать политику в вашем кабинете, то, ну, я не знаю, я вам желаю терпения, у меня это никто не делает. Так, под камушки экстра-про, да, под камушки экстра-про супер-база. Так, девчонки, чтобы не темнели и не желтели базы. Кстати, эта база у вас никогда не пожелтеет. И опять-таки буду говорить банальные вещи, которые, говорю, наверное, уже заездила даже, полимеризация. Недополимеризованная база у вас обязательно пожелтеет. Если вы поставили стразик и не дали базе вполне хорошо прополимеризоваться, то в любом случае вы увидите даже уже не через несколько дней, а уже, наверное, даже в тот день, когда вы сделали этот ноготочек, вы увидите пожелтение базы. Поэтому, если вы ставите стразики на экстра-про, то вы должны обязательно дать такую хорошую, надежную просушку, чтобы уж наверняка как минимум полторы минуты дайте, чтобы этот материал сполимеризовался. Так, поэтому, девочки, желтизна это не от плохого состава, а от плохой полимеризации. Имейте это в виду и запомните, никогда у вас не будет с этим никаких проблем. Так, есть победитель, сейчас я тогда смотрю победителя, и вот быстренько, быстренько по этим базам. Титаниум не могу никак договорить. Титаниум это и база, и топ два в одном. Это очень хорошие средства, как для педикюра, так и для выравнивания и покрытия твердых сухих ноготочков. И как топ работает просто восхитительно. Девчонки, износостойкий, блеск держит очень хорошо, втирки перекрывает бесподобно. Плюс, девчонки, насчет втирочек, и насчет аэрографии, и насчет всех остальных вещей, которые нужно запечатывать, то обязательно вот такие вот топы, такие базы два в одном, чтобы вообще было круто. И если вы не хотите перекрывать с липким слоем, а последствии именно без липкого слоя, то пройдитесь по кончику именно такой базы. Она вам не создаст толщины. Это будет тоненький-тоненький слой запечатывания. Именно кончик пройдите, по кончику пройдите с кисточкой, а потом уже после полимеризации ставьте в лампу, и после полимеризации можете ставить топ без липкого слоя. И это будет крутейшая вещь, которая никогда в жизни вашу утирку не отодрет от ноготочка. Поэтому, девчонки, такие вещи, вот маленькие-маленькие нюансики, но они вам всегда будут помогать в вашей работе, у вас всегда будет перфект, все, клиенты будут приходить с целыми ноготочками, и будут вам всегда благодарны. Так, ну и обычная база Base Coat, то же самое, жидкая, жесткая база, крутейшая вещь, бесподобно делает выравнивание, я не говорю о укреплении, это две разные вещи. Прекрасно подходит для педикюра, прекрасно подходит для сухих ноготочков, крепких, хорошо держит, это хорошую обеспечивает адгезию, плюс, девочки, у кого нету универсальной базы, спокойно такие базы подойдут под любой моделирующий материал, если есть универсальная, эта вещь очень крутая, и заменять ее не стоит, но вдруг у вас нету, то вот жидкие базы это самое то, вещь, конечно, крутая, и не забывайте о том, что жидкие это одно, это жесткие, те, которые густые, это эластичные каучуковые базы, теперь смотрим, девочки, победители, держим кулачки, и будут еще, задавайте вопросики, а я быстренько посмотрю, кто у нас все-таки победил сегодня, так, смотрим, главное мне правильно прочитать, я всегда волнуюсь, когда я читаю фамилии, ники, так, Стоянова, Тамара, Стоянова, Тамара, сегодня у нас победитель, так, возвращаюсь в семью, и если у нас есть Тамарочка сегодня с нами, то хочу сразу заранее поздравить, потому что, что у нас, несколько эфиров, были какие-то сбои, с победителями, я надеюсь, что хотя бы этот эфир у нас будет с овациями, с поздравлениями, с целованиями, с вручением все-таки приза, Стоянова, Татьяна, есть ли с нами? Ждем, 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 так, скажите, пожалуйста, биобаза для педикюра подходит, конечно, подходит, девчонки, но на педикюр не используйте большое количество никакой базы, ногти на ножках у нас прочные и сухие, в них содержится небольшое количество жидкости, не так, как вот жидкость у нас тоже, кстати, содержится в ногтях, я не помню процентное соотношение, что-то вроде бы 10-15% жидкости, кроме кератина и жиров 1%, если я не ошибаюсь, то в ногтевой пластине на ножках у нас еще содержится меньше, поэтому они менее эластичны, и если вы ставите большое количество базы, вы лишаете их полностью эластичности, и при охождении в узкой обуви это просто огромнейший стресс для ногтевой пластины, поэтому у нас очень часто анихолизисы возникают в нашей практике, мы потом не знаем, как из этого выходить, клиент страдает, мастер краснеет, поэтому желательно не делать такие вещи, все, что касается педикюра, всегда тоненький слой, я противник наращивания на ногах, если только не протезирование, если только не какие-то вот манипуляции, которые действительно помогают, а все остальное, то, что неграмотное воздействие базами и другими твердыми материалами, это все только во вред, я очень большой противник таких вот вещей, вот, поэтому обязательно, девчонки, соблюдайте эти правила, у нас, как и у врачей, главное правило, не навреди, продукция очень хорошая у нас в руках, действительно, ПНБ, это гипоаллергенная, это действительно качественная продукция и за очень маленькие деньги, девочки, поверьте, имела, я начинала с самой дорогой продукции, в принципе, в Европе, еще ПНБ не было и близко, и если сравнивать, вот сейчас девчонки тоже часто пишут мне в директ, посоветуйте там гель туда-сюда, и с чем сравнить, и когда я начинаю называть вот материалы, опять-таки, я не люблю касаться ни одной торговой марки и никого не обижать, но ПНБ я могу поставить в ряд с дорогими гелями и для моделирования я не вижу абсолютно никакой разницы ни в носке, ни в адгезии, ни в работе, никаких минусов, поэтому могу со стопроцентной ответственностью заявить, что за эти деньги вы действительно получаете очень хороший продукт, это уже сейчас немножко реклама пошла, но тем не менее имею право, потому что люблю безумно продукцию и на полном серьезе это заявляю, без краснения, без лести излишней, ну, чего и вам советую. Так, эфир сохранится в любом случае, если победителя нет, ну, сам себе победитель виноват, потому что не досидел с нами, кто зачем приходит, да, вот, ну, у нас осталось 4 минутки буквально, если есть еще вопросики, то давайте еще быстренько задавайте, будем еще немножко в копилочке ставить разные, разные ценности. Так, есть победитель, маникюр Федев, так, мне хватает ассортиментов PNB, в принципе, если мы говорим о, да, тающая база, кстати, девочки, хорошо, что напомнили, смотрите, девочки, еще одна база не для укрепления, не для выравнивания, именно Melt Look, это для декора база, которая обеспечивает тающий эффект, размытость, растекание, для растекашек, бесподобная вещь для декора, которая, как бы, как бы даже это вот назвать, я не могу назвать это акварелька, потому что многие вещи не совпадают с этой базой акварельки, но вот именно вот растекание, красивые такие вот переходы, именно этой базой Melt Look обеспечиваются, вот, поэтому, о, маникюр Федев, я вас поздравляю, будет у вас сегодня шикарный приз, я, конечно, даже не знаю, какой, но, тем не менее, любой флакон, это уже крутая вещь, спасибо, Наташа, я рада, что тебе понравилось, вот сегодня с нами тоже девочка, которая недавно к нам присоединилась, и она тоже инструктор, и я рада, что коллеги с нами серьезного уровня, вот, и когда нравятся эфиры коллег, это бесподобно, я очень, я за дружбу, я за справедливость и за дружбу, и за теплоту, и вообще всех люблю, так, ну что, девчонки, я поздравляю, кого, так, кто выиграл приз, поздравляю с наступающими праздниками, у нас на носу старый Новый год, мы уже до старого года не увидимся, на ручках 206, девочки, номер, 206, я хотела яркости, поэтому 208, который мне нравится, он немножечко приглушенный, а я хотела такого, огонь хотела на ручках, поэтому 206 использовала сейчас номер, тоже у меня вот здесь вот он есть, о, кстати, огонь, так и называется, я даже не знаю, это круто, слушайте, какие совпадения, я просто на обум сказал огонь, я никогда на эти надписи не смотрю, только вот иногда, если нужно прочитать, значит, прочитаю уже там в эфире, но на надписи не обращаю, всегда вот гейллаки знаю по номерам, а тут действительно огонь, хотела огонь, получила огонь, видите, что важно, важно желать правильно, так оно и есть, ну что, девчонки, спасибо вам за хорошую, уютную компанию, так, мелт лук, перекрывайте другим топом, быстренько, так, 2 минуты у меня осталось, быстренько по поводу мелт лук, если вы используете мелт лук, он не просушивается, на сырой слой ставим, кстати, нужно было сделать по мелт луку эфир, это вещь такая, которая тоже достойна внимания, на сырой слой, слой ставим дизайн, просушиваем дизайн, 2 минуты на мелт луке, не меньше, и, девочки, если вы просушите меньше, то, у вас просто, при использовании топа, дизайн сползет за кисточкой, поэтому, обязательно, мелт лук, не меньше 2 минут, это, это как пить дать, должно быть, перекрывать обязательно нужно, самостоятельно, не работает без топа, это только как основа, как база для дизайна, для работы с цветными гей-лаками, плюс еще, чем плотнее гей-лак, чем плотность больше, тем хуже растекается, будьте к этому готовы, и чем меньше плотность, девчонки, тоже обращайте внимание, потому что растечется просто напрочь, выбирайте среднюю консистенцию цветного гей-лака, и тогда все у вас будет круто, если вы используете эту базу для дизайна, обязательно консистенцию соблюдайте, такую, чтобы не было мало, но и чтобы не было много, когда большое количество, не растечется, тоже хорошо, когда мало, тоже не растечется, поэтому покрывайте, как будто покрываете топом, без жадности, но и чтобы не было переизбытка, вот, все, девчонки, я вас всех люблю, я вас всех целую, сейчас нас разъединят, с прошедшими всех праздниками, и с наступающими, будьте здоровы, будьте счастливы, и за исполнение всех желаний, как всегда, все, целую, пока-пока, Субтитры сделал DimaTorzok